Жители Заволжского района жалуются, что выход и выезд из дворов для них превратился в настоящее испытание. Машины стоят на тротуарах, а люди идут по проезжей части. И виной тому не только обильные снегопады. В Твери, как и в других крупных городах, немало людей, которые считают, что парковаться на тротуарах и газонах абсолютно нормально. С такой проблемой столкнулись и жители Заволжья в Твери, в районе Петербургского шоссе. Очень много стариков, очень много мамочек с детьми. То есть они вынуждены ходить по проезжей части. Едут, сигналят, что им мешают проехать. А где людям ходить, если тротуар весь заставлен? Согласно статье 1 правил дорожного движения, тротуар — это часть дороги, отведенная для передвижения пешеходов. Он примыкает к проезжей части. А по статье 12 ПДД, которая посвящена правилам остановки и стоянки автомобилей, тротуар в перечне возможных парковочных мест не значится. Соответственно, парковка на нем — грубейшее нарушение. Если гражданин видит, что автомобиль припаркован, он может сам заснять фотоматериал какой-то и направить в ГИБДД для принятия мер административного характера к собственнику автомобиля, либо лицу, который припарковал незаконно, либо вызвать автомобиль сотрудников ГИБДД для того, чтобы они составили на месте протокол об административном правонарушении, для того, чтобы в последующем данного нарушителя привлекли к административной ответственности. Если с парковкой автомобилей на тротуаре понятно, как разобраться и к кому обращаться, то как решить вторую часть проблемы жителей, надо подумать. Дело в том, что их двор уже давно превратился в большую парковку для работников предприятий, организации, которые расположены рядом. Собственно, от такого соседства местных жителей совершенно не в восторге. Допустим, я приезжаю с работы ночью, приезжаю, здесь все просто заставлено. Чтобы мне запарковать машину, чтобы в своем доме, мне нужно идти куда-то в соседний двор и ехать, чтобы оставить машину. В этом же дворе находится детский сад. Юлия Николаевна работает в нем воспитателем. Женщины рассказывают, что и родители, да и сами воспитатели зачастую не могут запарковаться. Проблема очень большая именно с дворами. К детскому саду подъехать невозможно. Детский сад работает с 7 до 7, то есть место с парковкой очень проблемно. То же самое. Родители привозят детей своих, очень ругаются, потому что не могут подъехать. Также может подъехать и скорая, и пожарная бывает. Мусор у нас вывозят. Бывает, что к саду подъезжают, а стоят машины. Бывает, что машины разворачиваются, например, с мусором и уезжают. Или продукты привозят в детский сад. Они тоже разворачиваются, машины уезжают. Местные уже устали от такого количества чужих машин на придомовых территориях. Они обратились в свою управляющую компанию и в администрацию района. Там предложили несколько вариантов решения проблемы. Хотим полностью закрыть данный двор, потому что очень большая проблема. Она очень насущенная. И уже были случаи, когда они тут носятся, ездят. И чуть-чуть был случай, чуть-чуть не сбили ребенка. То есть прям такой, ну, хорошо все закончилось. Как бы без серьезных происшествий. Просто испугом отделались. Ну, скажем так, уже порядком надоело. Так называемый 51-й квартал. А это несколько соседствующих друг с другом многоквартирных домов. Местные хотят полностью огородить. Но для этого надо собрать 70% подписей жителей, чем собственники квартир и планируют заняться в ближайшее время. Другая популярная тверская тенденция последних лет – бросать автомобиль на заброшенной трамвайной линии. Хоть в нашем городе этот вид электротранспорта уже давно и не ходит, но это создает хаос, и стихийная стоянка на рельсах никому неудобна. Тем более, что с благоустроенными тротуарами тоже напряженка. Из-за снежной каши людям и так тяжело идти. А тут еще и машины, вплотную припаркованные друг к другу, которые приходится обходить, лавируя между лужами. А ведь рядом крупная остановка общественного транспорта – вагонный завод. Мы отправили запрос в администрацию Твери, чтобы узнать, почему так называемую автопарковку не чистят. О реакции на него мы расскажем в следующих выпусках новостей.